Палестинка Счастьем сразу в своих рули завхея глаза Рассветлело грешное сердце Если только кто-то знал, как я жить в грехах устал От тебя, Иисус, я долго ждал Чудесный год сегодня у меня И потому я радостный такой Я готов имение растать Только будь Иисус всегда со мной Быстро разлетелось по округе молва Людям было трудно поверить Неужели наш закинь стал щедрее и добрей И не будет обижать людей Чудесный год сегодня у меня И потому я радостный такой Я готов имение растать Только будь Иисус всегда со мной Там, где Иисус, там мир и радость царит Там нет места злу и обману Поступи же, как захей Не смущайся, не ровень Ты класси в свой дом Христа скорей Чудесный год сегодня у меня И потому я радостный такой Я готов имение растать Только будь Иисус всегда со мной Субтитры создавал DimaTorzok Нет надежды все обман Слышны ропоты сомнения А для радости дурман Только ты не сомневайся Верий Иисус, Господь придет Словом Божьим укрепляйся Знай, Христос не подведет Жаждут люди наслажденья Распинают нас в Христа Судят всех и нет прощения Грех заполнил им уста Только ты не сомневайся Верий Иисус, Господь придет Словом Божьим укрепляйся Знай, Христос не подведет Брат, вставай, настало время Весь благую разнести Помочь людям сбросить время Силен Бог весь мир спасти Только ты не сомневайся Верий Иисус, Господь придет Словом Божьим укрепляйся Знай, Христос не подведет Пусть посев твой будет щедрый Не отвергни благодать И последний будет первым Верий Иисус, Господь придет Словом Божьим укрепляйся Знай, Христос не подведет Я хочу услышать голос Бога свыше Прикоснуться к тайне и познать ее Я хочу увидеть образ дивный, милый Ощутить дыхание близкое твое От прикосновения с нежным духом Божиим По ване сердце сладостно замрет И благословение затрепещет Дух мой, сила Божия свыше на меня сойдет Ты своим дыханием успокоишь душу Слезы огорчения высохнут тот час Радость и покой обрету мгновенно Засияет счастьем мой печальный взгляд Это счастье и радость перед нами близким Чтобы они могли, как я, понять Отчего так сердце радостью трепещет Когда сходит свыше Божьей благодать От твоей любви высокой к человеку Так прекрасно даже в мире в этом жить Если б знали люди, как чудесно Верить Богу Всесвятому и Его любить Без конца, без меры, в радостном волнении Пребывать в общении будем с Ним всегда Он тепло покроет, от беды сокроет Наш Спаситель Иисус Христос Когда Бог близок на душе покой Свет благодати льется неземной Я поднимаю к небесам глаза И восхваляю небесного Отца Там в небесах ангелов слышно пение Бог мне скала Бог мое утешенье Утешенье славит душа Те сладкие мгновения Когда сойдет с чудных небес вдохновенье Сколько волнений на земном пути Сколько сомнений, сколько суеты Только с Иисуса нелегко идти В нем мое счастье Надежды и мечты Там в небесах ангелов слышно пение Бог мне скала Бог мое утешенье Утешенье славит душа Те сладкие мгновения Когда сойдет с чудных небес вдохновенье Когда Бог близок на душе покой Свет благодати льется неземной Я поднимаю к небесам глаза И позволяю небесного Отца Там в небесах ангелов слышно пение Бог мне скала Бог мое утешенье Утешенье славит душа Те сладкие мгновения Когда сойдет с чудных небес вдохновенье Предвечный Бог Создатель всемогущий Творец великий Небо и земли Творенья гимхалу Тебе несущий Как в имя молитвы Ты прими И хор запел Луга, поля и горы Лезая степи Реки и моря И всей земли Широкие просторы С восторгом славят Вышнего царя Хмала на реке Творцу вселенной Асана вышних Ангелы поют Наш Бог великий Вечный неизменный Нас возлюбив Хмала Христу Тебе поют Зима, метелью, стужи Весна, цветущий Голосом, садов И лето, продолжая Песню души Встречает осень Полную плодом Земля поет И небо славит Бога Асана вышних Ангелы поют Наш Бог великий Вечный неизменный Нас возлюбив Хмала Христу Хмала на реке Творцу вселенной Асана вышних Ангелы поют Наш Бог великий Вечный неизменный Нас возлюбив Хмала Христу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Природа вся Ликует, торжествует Весь мир хваленье Господу поет И мы в смирении Простираем руки К тому, кто свет Ты радость нам дает И радость нам дает И радость нам дает И блага навек Асана, Аллилуйя Прославим Бога Сердцем всей душой Он благо все для жизни И нам дарует Там ждет на небе Там наш дом родной Хвала навек Творцу вселенной Асана вышних Ангелы поют Наш Бог великий Вечный неизменный Нас возлюбив Хвала Христу Хвала навек Творцу вселенной Асана вышних Ангелы поют Наш Бог великий Вечный неизменный Нас возлюбив Хвала Христу Нас возлюбив Хвала Христу Субтитры подогнали Симон. 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 Иисус. Субтитры подогнали Симон. Иисус. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Свой благодатный дождь. Из нас сильно и сильно желанно, потому что тема, на которой мы с вами поговорим, она касается радости. Наверное, нет ни одного человека, который бы в своей жизни не мечтал радости, который бы в своей жизни не мечтал о том, как до этого благословенного состояния дотянуться, как радость в своей жизни иметь, и как же так жить, чтобы ее в своей жизни никогда не потерять. И не секрет, что, наверное, каждому из нас это очень легко и очень понятно, что мы с вами можем с людьми, которые вокруг нас, мы можем с вами поделиться с ними лишь только тем, на что мы богаты сами. Невозможно с людьми вокруг нас поделиться тем, чего у тебя нет. В одной из церквей, это в границах Украины, одна такая небольшая религиозная группа, ну, я намеренно так формулирую, потому что это была небольшая религиозная группа, я специально не применяю к ней термин церковь, потому что вот эта маленькая религиозная группа, она имела такое уникальное понимание. Они понимали, что на планете Земля спасены только они, и все, кто не с ними, кто знает, спасутся ли они вообще. И на протяжении долгих лет вот эту истину, в кавычках, они ее из-за кафедры в своем маленьком общении всегда провозглашали. Если ты с нами, ты спасен, если ты не с нами, кто знает, спасен ли ты вообще. И вот надо же было, в этой маленькой религиозной группе один молодой человек, он полюбил христианку с другой страны, с другой церкви, сделал ей предложение, она согласилась выйти за него замуж, и уже после свадьбы они решили, что они жить будут в той стране, откуда невеста, и в том городе, откуда она, где она или откуда она. Ну и теперь, как быть молодому человеку? Ему нужно отпроситься из членов церкви, где он был, то есть вот из этой маленькой религиозной группы. И вот на... это один из свидетелей вот всего этого мероприятия, мне рассказывал, я от него это слышал, этот человек сам там присутствовал. И говорит, стал молодой человек и обращается ко всем присутствующим. Братья и сестры, отпустите меня с миром, потому что я уезжаю в другую страну, я буду жить в другом городе, я женился, и будем мы жить там, где проживает моя жена. И тишина полная, потому что сказать, иди с миром противоречит долгим заявлениям, которые они годами утверждали, если ты с нами, ты спасен, если ты не с нами, кто знает, спасен ли ты. А молодой человек был такой целеустремленный, так легко не сдавался. Тишина, он повторяет братья и сестры, я уезжаю в другую страну, я уезжаю в другой город, пожалуйста, отпустите меня с миром. Тишина, никто даже звука не издает. Сказать езжай с миром, ну, противоречит тому, что они долгие годы утверждали. И вдруг вот всю эту такую неловкую ситуацию ее разрешил один в возрасте брат, который встал, и так интересно он эту всю ситуацию разрешил. Он встал и обращается к этому молодому человеку и говорит, вот слушай, если ты мне скажешь, дай мне копеек или дай мне денег, а у меня карманы пустые, ну, где я тебе этих копеек найду, если сам в карманах этих копеек не имею, вот ты просишь у нас, отпустите меня с миром. И он дальше говорит, где мы его тебе возьмем, если между собой его сами не имеем. И говорит спокойно так, езжай так без мира, потому что ты его просто здесь не найдешь. Говоря о том, чтобы мы с вами в нашей жизни могли радоваться, не секрет, что радоваться хорошо, когда человеку радости хватает для себя, но намного лучше, когда у человека радости хватает еще и поделиться с теми, кто вокруг него. Итак, тема нашего рассуждения – «Чему ты радуешься?» И текст Священного Писания, с которого мы начнем, это Евангелие от Луки, 10 глава, 17 стих. Луки, 10 глава, стих 17. И читаем с вами этот текст. «Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили, Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Семьдесят учеников, которые Иисусом были отправлены на труд, на служение. Они этот труд или это служение совершили, а теперь после совершения этого труда или служения возвращаются к своему Учителю, к Иисусу Христу. И Библия описывает такими словами. «Семьдесят учеников возвратились с радостью». Мы с вами читаем, что эти семьдесят учеников испытывали то чувство, о котором мы с вами сегодня рассуждаем. Они радовались. Теперь, если задать вопрос, а чему человек вообще в жизни может радоваться? Что из себя представляют вот те причины, которые могут человеку дарить радость? Можно этот список иметь очень длинным, но давайте мы ограничимся тремя пунктами. Как минимум, человек, живя на планете Земля, может радоваться по одному из трех пунктов или два из трех, или все три, всего понемножку. Пункт первый или вариант первый. Чему человек может радоваться? Он может радоваться тому, чем он обладает из окружающего его материального мира. Вот может человек просто радоваться, какой он имеет земельный участок. Может радоваться, какой марки автомобиль он имеет, на каком автомобиле ездит. Может радоваться, туфли какого производителя, а була сестра, блузку от какого прекрасной трикотажной фабрики, а була пожила, а дело пожилая женщина и так далее. Человек может радоваться тому, что из материального мира, что его окружает, чем он обладает. Кто-то радуется самолету, кто-то радуется дому, кто-то радуется земельному участку, другими словами, радуется тому, что стало его собственностью. Это первая причина, которая человека может радовать. Вторая причина. Человек может радоваться тому, какую должность он занимает и какое звание носит. Вот человек может радоваться тому, кто он в этом мире по положению. Он может радоваться тому, что он директор, советник президента, он юрист, что он имеет три высших образования и так далее. Перечень огромный. И человек в этом отношении может без конца в своей жизни радость искать. И вы прекрасно понимаете, если это причина поиска радости у человека, то таких людей на планете называют карьерист. Почему? Потому что он не может остаться довольным, что он стал, к примеру, бригадиром. Ему обязательно надо стать начальником цеха, потом главным инженером, потом министром всей промышленности и так далее. Это бесконечный поиск повышения. Последний или третий в нашей группе. Чему человек может радоваться? Человек может радоваться результатам, которых он в жизни достиг. Человек может радоваться, что он быстрее всех пробежал, что он выше всех прыгнул, что он больше всех книг прочел. Он может радоваться тому, что он лучше всех играет на фортепиано, прекрасно владеет, к примеру, там, знаниями в области химии или физики. Другими словами, человек радуется тому, каких результатов он в жизни добился. Итак, как минимум три сферы, в которые человек, живя на планете Земля, может в своей жизни черпать радость, что он имеет в виде собственности, какое занимает положение в обществе и каких результатов он в этой жизни добился. Вот из этих трех нами перечисленных категорий давайте с вами попытаемся сейчас определить, чему же радовались ученики Иисуса Христа. Читаем еще раз. Семьдесят учеников возвратились с радостью. И дальше Библия говорит, и говорили, а дальше в словах учеников мы можем найти, чему же они радовались. Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем. Чему радовались ученики? Из трех нами озвученных категорий, я думаю, вы очень легко можете сказать, здесь нет радости от того, что кто-то из них что-то приобрел, земельный участок стал еще больше, дом стал выше. Ничего об этом здесь нет. Вы не увидите здесь, что они заняли положение в обществе повыше. Кто-то из них стал советником, кто-то собственником, кто-то фермером. Ничего подобного здесь нет. Что же здесь мы увидим? Они радуются достигнутому результату. Прямо таки говорят, Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем. Теперь обратите внимание, что это был результат абсолютно на духовной ниве. Это не был результат от того, что они друг друга обогнали, друг друга большую тяжесть подняли. Это был духовный труд, это было духовное служение, это было поручение Иисуса Христа, и будучи послушными этому поручению, они имели в этом служении успех. А теперь, внимание, читаем с вами вместе стик 20. Вот это интересно в контексте нашего рассуждения. Слушайте слова Иисуса Христа. «Однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются». Вам не кажутся эти слова Иисуса Христа странными? Выглядит ситуация следующая. Ученики пришли к Иисусу полные радости от успеха на духовном труде. Иисус посмотрел на причину, которой они радуются. И Он делает корректировку их радости. И Он говорит, вы радуетесь, но только радость ваша, она не совсем на правильной точке опоры находится, и не на правильной причине она стоит. И прямо так и говорит, не радуйтесь тому, что духи вам повинуются. Почему Иисус об этом сказал? Мы чуть ниже, больше, может, об этом отметим. Но давайте сейчас сделаем предварительно следующий вывод. Смотрите. Если человек радуется тому, какой успех он в жизни имеет. Теперь скажите, если радость напрямую зависит от успеха. Если вдруг успеха не стало, что будет с его радостью? Пропал успех, исчезла радость. Если у человека радость напрямую зависит от того положения и должности, которую он в обществе занимает. Скажите, что будет с его радостью, когда его с должности увольняют, а звания высокого лишают? Уволили с работы, и пропала радость. Если человек радуется тому, что из имущества он в этом мире имеет, какую марку автомобиля, или какой земельный участок, какой высоты дом, какого производителя имеет костюм, то как только на эти вещи что-то негативное попадает, автомобиль в аварию попал, дом сгорел, сохрани, Господи, чтобы в жизни никого из нас подобных вещей не было. Но что-то такое негативное, и что будет сразу же с радостью? Она тут же исчезнет. Вот почему Иисус своим ученикам, он им вносит очень важную и нужную корректировку. Он им говорит, послушайте, я хочу предложить вам причину радоваться, которая никогда вам не изменит. Вот тут есть много интересных наблюдений. В мире, в котором мы с вами живем, есть разные ценные материалы. И ценность материала, она имеет разное название, имеет на рынке разную цену. Если я вам задам вопрос, какой самый ценный материал? Наверное, без труда любой человек скажет, это золото. Но золото, оно имеет тоже разную пробу. Если я не ошибаюсь, самая низкая проба, это 333. А самая высокая проба золота, это 999. Это значит, именно золото, как металла, в этом материале является 99,09, и там еще, еще, еще много чего. Итак, смотрите, пожалуйста, внимание. Что есть золото, оно золотом называется, но есть оно очень низкой пробы, всего лишь 33%. А есть проба, есть проба золота высокая, 99%. А ведь то и другое золотом называется. Я говорю это вам, и говорю это самому себе. Этот мир, материальный мир, в котором мы живем на планете Земля, он предлагает радость, но радость низкой пробы. Он это радостью называет, эта радость человеку доставляет, но это радость низкой пробы. Это радость от того, какую должность ты имеешь, это радость от того, каким имуществом ты обладаешь, это радость от того, каких результатов ты в этой жизни добился. Что же касается Иисуса Христа, Он людям предлагает радость высшей пробы. Я это говорю вам и говорю самому себе. Если уже и искать радость, то давайте с вами искать радость высшей пробы. Если уже радость и взыскать, то на самом деле радость, которая является неподдельной, неприходящей, а которая является вечной и неизменной. И вот что Иисус сказал. Слова Иисуса Христа, которые мы прочли до половины, читаем вторую его часть с 20 стиха. «Но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Давайте эту мысль немножко углубим, чтобы чуть лучше ее понять. Смотрите, что сказал Иисус. Иисус сказал следующее. «Вы радуетесь тому, что в служении имеете успех». А Иисус дальше отражал следующую мысль. «Сегодня успех у вас есть, и радость в вашем сердце присутствует». А что будет завтра, если вместо успеха будет неудача? Если твоя радость напрямую привязана к результатам, которых ты в жизни ожидаешь, тогда есть успех, есть радость. Нет успеха, нет и радости. И Иисус ученикам говорит следующее слово. «А я предлагаю вам радоваться совсем другой причине». «Радоваться не тому, что вы имеете успех, а радуйтесь тому, кем вы приходитесь Богу и кем для вас теперь стал Господь». По сути дела, Он своим ученикам сказал, послушайте, вы теперь для Бога стали свои, а Бог для вас стал Отцом. Вы для Него стали детьми, а Небесный Создатель и Творец для вас стал Отцом. А вот теперь скажите, пожалуйста, родители, вы имеющие детей, скажите, если ваш ребенок пришел со школы, и у него результат успеваемости не великолепный, а неудачный, принес низкую оценку. Я просто задаю вам вопрос. Скажите, по факту того, что оценку принес он низкую, сразу же автоматически он из списка ваших детей выпадает. «Принесешь отличную оценку, снова сыном для меня станешь». Или он остается сыном? Остается сыном. И даже если ваш ребенок ничем не обладает, а все, что он на себе носит, все куплено за ваши деньги, он ничего не имеет. Но, знаете, мне понравилось, когда один у нас в Белоруссии, одному диакону церкви, его сын интересную фразу сказал. Я думаю, что она вам тоже понравится. Как-то вечером, его сын еще в школу, в начальные классы ходит, там, первых, может быть, там, второй или третий класс начальной школы. И вот он как-то вечером, они когда сидели в семье, и сын так откровенно своему папе такую фразу сказал, такая прекрасная фраза. Он говорит так, папа, знаешь, если бы я родился в семье у других родителей, я бы все равно перешел к тебе. Потому что так, как меня любишь ты, но нет на планете Земля никого другого. Говорит, если бы я и родился у других, я бы все равно перешел бы к тебе. Так вот, почему дети этому радуются? Потому что они знают, кем их здесь воспринимают. Они здесь не чужие. Они здесь не лишние. Они здесь желанные. Они здесь тех, которых, там, в восторге глаза сияют у родителей, когда им добрые слова им говорят. Так вот, слушайте, что сказал Иисус. Иисус сказал следующее. Человек, у тебя есть теперь право в своей жизни что-то изменить для того, чтобы пред Богом статус сына и дочери получить. А теперь, когда ты стал сыном и дочерью, Бог для тебя стал небесным отцом. И теперь это уникально понимать. Теперь ты можешь в своей жизни не иметь результата, не иметь имущества. Ты можешь быть по должности не директором, а дворником. Но если ты для Бога являешься сыном, а Он для тебя отцом, с твоим сердцем что-то невероятное происходит. Ты радуешься радостью, о которой Петр сказал, радость неизреченная и преславная. И чтобы вам показать из Писания, что это именно так, давайте с вами вместе заглянем на некоторые тексты Священного Писания. Послание к евреям, 10 глава, стих 34. Послание к евреям, 10-34. Кстати, в отношении радости вы обращали внимание, что иногда отдельные люди, они больше получают радость, когда в жизни своего ближнего видят неприятность. Вы, кстати, обращали внимание, что и такое бывает? Ну, пример вам приведу. Я там один из моих друзей, его зовут Сергей, он сам рыбак. Он любит рыбу на реке ловить. И вот он очередной раз рано утром поехал на рыбалку. А когда приехал к реке, где он обычно рыбу ловит, он заметил, что на том месте, где обычно рыбу ловит, он уже кто-то расположился раньше его. Он от него отошел, может быть, на метров 5-10 и тихонько закинул удочку. И вот он наблюдает картину. Сергей рассказывал сам, это то, что я говорю, от него лично слышал. Он говорит, я смотрю, мой поплавок на воде плавает и даже не думает нырять. В то время, когда у соседа через 5 метров, то и дело, поплавок раз под воду, человек удочку тянет и рыбу вытягивает. Он говорит, я смотрю, рыба вторая, третья, у меня никакой. У меня, говорит, уже внутреннее состояние, что за несправедливость такая на планете Земля. В одной реке ловим, у него клюет, а у меня нет. И тут очередной раз поплавок ныряет у соседа под воду. Он тянет удочку и рыба хвостом бьет по воде. Он потянул ее почти к самому берегу. И тут рыба с крючка раз сорвалась. И он говорит, я почти вслух сказал, слава тебе, Господи. И сам себе подумал, чему я радуюсь? У ближнего неудача. Рыба сорвалась, а мне это доставило радость. Потому радость, она, к сожалению, иногда имеет такие иногда причины. Неудача в жизни ближнего отдельной категории иногда доставляет радость. Стоит ли этому правилу подражать? Конечно же нет. Итак, читаем текст. Послание к евреям 10.34. Вот как сказал автор этого послания. Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее, не приходящее. Теперь хочу обратить ваше внимание, что же эти люди, что же эта категория христиан, что же они с радостью приняли. Читаю еще раз. Расхищение имения вашего приняли с радостью. Хочу обратить ваше внимание. Это люди, квартиру не купили. Это люди, у которых квартиру отняли. Это люди, которые в свой новый дом не вселились. Это люди, которых с их собственного дома выгнали, и имущество у них отняли. И я теперь задаю вопрос. И как люди это восприняли, дом отняли, земельного участка прогнали, с их собственного дома, построенного их руками, их выгнали и сказали, уходите, это больше не ваш дом. Читаем еще раз. Расхищение имения вашего приняли с радостью. Теперь я хочу задать вам вопрос. Скажите, пожалуйста, что же это может быть за радость, когда человек материальные вещи не приобретает, а наоборот их теряет? Это какая у человека должна быть в сердце радость, и на чем она должна быть основана, чтобы эта неприятность в жизни человека настроение ему не испортила? И теперь я задаю вопрос, если бы вот эти люди, христиане, вот про которых здесь пишет автор, если бы они черпали радость от того, что в этом мире они материального имеют? Что было бы с их радостью, когда бы их с дома прогоняли и имущество у них отнимали? Отнимая или теряя имущество, они бы тут же с ней и теряли бы радость. И я хочу обратить ваше внимание, что это люди, которые имели радость, которые имели совсем другую природу или имели совсем другое происхождение. Что же читаем с вами дальше? Зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее, неприходящее. Эти люди, они что-то знали больше, нежели просто обычный светский мирской человек. Это люди, которые для Бога стали детьми, а Бог для них стал небесным отцом. Это люди, которые сказали, для нас небо – это наш дом. Для нас земля – это место, где мы просто путешествуем. Мы здесь странники, а наше жительство на небесах. И от того, что вы граждане неба, и от того, что вы для небесного отца стали детьми, этот мир тьмы их возненавидел и сказал, уходите с нашего дома. Уходите с наших населенных пунктов. А эти люди, улыбаясь им в ответ, говорят, послушайте, вы нас прогоняете с домов, которые мы имеем на земле, потому что мы Бога любим и хотим вам сказать, а мы на небесах у нашего небесного отца имеем имущество лучшее, неприходящее, нетленное и неувядаемое. Эти люди понимали, кем они Богу приходятся, и они понимали, кем приходится для них Господь. И исходя из этого, я хочу вам сказать, что если твоя радость на земле, если она имеет правильное основание, тогда ты в этой жизни многие вещи можешь намного легче перенесть. Тогда, когда в жизни приходит проблема, у тебя не будет отчаяния, не будет уныния. Знаете почему? Потому что быть для Бога Сыном, а чтоб Он для тебя был Отцом, иногда под собой имеет очень даже большую цену. И об этом апостол Павел сказал так, вам должно не только веровать в Иисуса Христа, но и страдать за Него. Иисус в другом месте говорил такие слова, если гнали Меня, то будут гнать и вас. И теперь весь вопрос приоритетов, если человек для себя понял, чем ты больше будешь дорожить. Если ты будешь дорожить званием, которое дал тебе Господь, что ты для Него теперь сын и дочь, то тогда ты готов заплатить любую цену. Тогда тебе скажут, уходи из дома. Ты скажешь, отнимайте, но небесного от Меня вы не отнимете. И вы знаете, что является правдой. Тебя, мой дорогой брат, тебя, дорогая сестра, тебя люди могут с должности уволить. Тебя могут имущество лишить. Ты можешь потерять просто какие-то физические способности. Не можешь быстро бегать, тяжелые тяжести поднимать. Может, голос потерял. Может, музыкальную способность хорошо играть уже не такая, она виртуозная. Но я хочу тебе сказать, но статуса, что ты для Бога сын и дочь, а Он для тебя небесный Отец, никто в этом мире этого статуса от тебя не отнимет. Аллилуйя! Если только сам осознанным грехом и непослушанием, ты от этого статуса не отвернешься и из света в тьму не уйдешь. Следующий текст, который хочу прочесть, это послание апостола Павла Коринфянам. Второе послание Коринфянам, 8 глава, стих 2. Давайте с вами, прежде чем его прочитаю, еще маленькую лемарку сделаю или маленькие несколько таких мыслей. Вы обращали, друзья, внимание, что многие из нас, мы с вами живем с постоянной мечтой о радости. Вы когда-то замечали, что мало кто из нас умеет радоваться сегодня. Вы обращали внимание, что большая часть из нас, мы ожидания радости всегда переносим на завтра. Я вам легко проясню. Вот дадут отпуск, ой, порадуюсь. Вот вырастут дети, ой, порадуюсь. Вот женю сына, вот закончу школу, вот закончу университет, вот выйду на пенсию. И выглядит так, что у каждого из нас почти всегда радость впереди. Вот закончу строить дом, вот куплю автомобиль. И выглядит так, что жизнь, знаете, что является правдой, что когда я думаю, когда закончится наша жизнь на земле, и мы придем на небеса, я думаю, что мы когда взглянем на нее и сами себе скажем, слушай, а можно же было прожить совсем по-другому. Можно было радоваться в каждом дне. А я всегда переносил на завтра. А можно было оказываться в каждом дне, черпать источник радости. И правда состоит в следующем, что многие из нас, у меня одна моя одноклассница, я встретил ее в городе и задал ей вопрос. Говорю, Оксана ее зовут, я говорю, Оксана, как жить, как дела? И вот она говорит, знаешь, Игорь, вообще жизнь прекрасна, потому что квартиру себе строю. Взяли кредит в банке, и строительная компания всем жильцам, которые взяли кредит, она им строит многоэтажный дом, и каждый из жильцов в этом многоэтажном доме имеет свою квартиру. И вот моя одноклассница блаженно мечтает, вот она, моя квартира, я ее встречаю в городе, и она радуется. Очередной раз встречаю, она говорит, Игорь, уже полы стелют, сантехнику устанавливают, плитку ложат, ликует женщиной просто полны уста ее хвалой. Очередной раз ее встречаю в городе, на лице такое обычное выражение, никакого праздничного состояния, никаких праздничных выражений лица. Я говорю, Оксана, как жизнь? Да хорошо. Я задаю вопрос, скажи, а новоселье уже было? И вот ее фраза, которая мне так запомнилась, она сказала такую фразу, знаешь, Игорь, ожидание новоселья было большей радостью, нежели само новоселье. И я так подумал, думаю, слушай, а не правда ли это так похоже на нашу жизнь? Так похоже, что мы с нетерпением ждем Нового года, будет Новый год, будет Новый год. Он пришел, а ничего не произошло. И выглядит так, что все время ожидаем радости. Дети ожидают, вот настанет мой день рождения, пришел день рождения, прошел день рождения, а ребенок говорит, ну да, ждал, а что-то вроде ничего особого не дождался. И я говорю это, знаете, друзья, для чего? Чтобы вы и я просто научились радоваться тем, что имеете сегодня, тем, что имеем прямо здесь. Не надо откладывать радость на завтра, радуйся сегодня. Завтра может просто не прийти, завтра просто может твою жизнь не посетить. Не надо радость откладывать на завтра. Знаете, как один человек хорошо сформулировал, мне кажется, у него хорошее чувство юмора. Он сказал так, мы, говорит, всю жизнь на ноги встаем. Вот так всю жизнь встаем, встаем, пока их не протягиваем. Их это ноги. Вот так всю жизнь на ноги встаем. Вы слышали такую фразу, на ноги надо встать, надо детям помочь на ноги встать. Вот так всю жизнь мы встаем, встаем, а радоваться некогда. Осталось только ноги протянуть и, прощай, земля, иду домой. Иду домой к Иисусу. Возвращаемся к нашему тексту. Второе послание Коринфяна, 8 глава, стих 2. Вообще, правда, приятно в свете священного писания понимать, когда ты в своей жизни ошибался. Это приятно понимать. И еще приятнее в своей жизни изменять все так, чтобы теперь больше в эту ошибку не попадать. Второе послание Коринфяна, 8 глава, давайте прочитаем 2 стих. Слушайте внимательно. Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Хочу теперь, чтобы вы вместе со мной увидели, это люди, которые преизобиловали радостью. Прямо так и написано, преизобилуют радостью. А теперь я хочу, чтобы вы вместе со мной посмотрели, что же окружало этих людей, что они радостью преизобиловали. Что такое преизобилует, это хватает не только на них, но и на тех, кто вокруг. У них это так много, что просто в избытке. Читаю. Ибо среди великого испытания скорбями, обратите внимание, это люди, которые встретили не просто скорбь. А Библия говорит, великое испытание скорбями. Это не скорбь рядового значения, это скорбь, имеющая в масштабе, Библия прямо так говорит, великое испытание скорбями. Следующая формулировка описывает положение. Глубокая нищета их. Вам не кажется странным? Человек в глубокой нищете и при этом встретился с великим испытанием скорбях. А теперь и что же в его сердце преизобилует радостью? У вас это не вызывает противоречия? У меня лично с мирской точки зрения, если на это взглянуть, это никак не сочетается. Быть бедным и радоваться, встретить великую скорбь и радоваться, это как не сочетается. Все выглядит по-другому. Если в твоей жизни глубокая нищета, то вместе с глубокой нищетой такая же глубокая и жалоба, и ропот, и негодование, и капризы. И правда состоит в следующем, что если тебе не открыта радость высшей пробы, радость, которая по своему происхождению не от земли, а радость, которая по своему происхождению с неба, тогда и глубокая нищета, и великие скорби в твою жизнь придут, и радость из твоего сердца вытеснет. Но если ты знаешь радость небесного происхождения, если ты знаком с радостью, которая изливается от престола Создателя и Творца, и ты знаешь, что тебе надо иметь, чтобы на эту радость претендовать, тогда в твою жизнь могут прийти обстоятельства, которые называются великой скорбью. Могут прийти обстоятельства под названием глубокая нищета, могут прийти обстоятельства под названием расхитили имущество, но только при этом радости от Святого Духа в твоем сердце, в твоей жизни никто не восхитит, никто от тебя ее не отнимет. Что же это за радость, которая имеет такое уникальное свойство? Давайте с вами прочитаем еще один текст, послание, первое послание к фессалоникийцам 1.6. Первое послание к фессалоникийцам 1.6. Слушаем внимательно. И вы сделались подражателями нами Господу, принявши слово при многих скорбях. Хочу обратить ваше внимание снова, что люди встретили многие скорби. И дальше фраза с радостью Духа Святого. А послание к римлянам, 14 глава, прямо так ясно и говорит, ибо Царство Божье, оно внутрь вас есть, и Царство Божье это не пища, не питье, но это праведность, мир и радость, и радость во Святом Духе. Послушайте, друзья, пожалуйста, внимательно. Твоей и моей душе как минимум есть два предложения. Предложение первое. Тебе предлагают радость, окружающая тебя материальный мир. И он тебе предлагает радость низкой пробы. И он тебе говорит, пожалуйста, друг, радуйся, приобретай больше, приобретай еще больше, еще больше, и в этом черпай радость. Кому-то другому говорит, давай, двигайся по служебной лестнице, повышай образование, повышай свое звание, должность, погоны, давай вперед. А кому-то другому говорит, давай, тренируйся, прыгай выше, бегай быстрее. Ты будешь лидером, ты будешь на первых полосах газет и журналов давай вперед, и это предложение, которое тебе и мне может предложить этот мир, а Бог Святой тебе и мне предлагает радость от Святого Духа, радость не земного, а радость небесного происхождения, и при этом Бог говорит, послушай, душа, ты можешь иметь радость от Святого Духа, и это радость высшей пробы, это радость, которая тебе не изменит, когда в твою жизнь придут скорби, это радость, которая не уйдет с твоей души, когда в твою жизнь придет глубокая нищета, это радость, которая тебе не изменит, даже тогда, когда тебя имущество твоего будут лишать, и в далекую ссылку ссылать, радость от Святого Духа тебя не оставит никогда, аллилуйя, и теперь я задаю вопрос, так если в этой жизни искать радость, то какую ее тогда искать, я говорю это вам, говорю это самому себе, никогда не соглашаяся, ни на что меньшее, как радость от Святого Духа, и знаете, что является правдой, если бы, к примеру, радость измерялась тем, что человек приобрел, тогда я задам вопрос, скажите, а какие тогда шансы на радость у человека, у которого нет денег, какие у него шансы на такую радость, а никакой, вся радость была бы, получается, только у тех, кто имеет деньги, если бы человек, к примеру, в своей жизни, радовался только тому, какое он имеет звание, занимает какую должность, тогда я задаю вопрос, скажите, а какая тогда была бы надежда на радость у тех, кто не может учиться, у кого не получается постигнут науки, у кого не получается иметь высокое звание, выглядит так, для высокообразованных, для интеллектуально одаренных людей, это их удел, это радость только для них, а если человек радовался бы только достигнутым результатом, не секрет, есть люди, которые лишены зрения, есть люди, которые сидят в инвалидных колясках, есть люди, которые не слышат, есть люди, которые немые, глухонемые, есть люди, у которых парализованы руки, есть люди, у которых ограничены в движениях, И я теперь задаю вопрос, если бы радость на земле измерялась только успехами и достижениями, которые достиг бы человек, эта категория людей была бы на радость обделена. Но у меня для вас и для самого себя есть хорошая новость. Радость высшей пробы, радость от Святого Духа, она не измеряет в твоих карманах, сколько ты имеешь денег. Она даже не измеряет, кто ты по образованию, сколько ты закончил институтов. Она даже не измеряет твое физическое состояние слышать, говорить, видеть, бегать или перемещаться. Она измеряет только одну степень чистоты твоего сердца. Это радость от Святого Духа, и Бог ее награждает чистые и святые сердца. И исходя из этого, я хочу тебе и самому себе сказать, послушай, радость низкой пробы, радость от этого материального мира, она доступна не всем. И она пробы низкой, радость от Святого Духа, радость высшей пробы, она доступна абсолютно всем. Она доступна и бедному, и нищему, она доступна и инвалиду, и глухонемому, и слепому, она доступна и старцу, и молодому. Потому что это радость, за которую не надо платить деньги. Это радость, за которую не надо сидеть на скамье студенческой годами для того, чтобы удостоиться этой части. Это радость, которая дается в удел одному, чистому, пред Богом, сердцем, человеку. И вот эта сфера, которая тебе и мне доступна, ты можешь в своей жизни сделать все нужное, чтобы твое сердце было освящено. Чтобы твое сердце пред Богом было чисто. А чистое сердце, которое пред Богом сохраняют за собой статус для Бога Сына, а Бог для них является Отцом. Эти сердца Бог сопровождает радостью, о которой Петр сказал так, неизреченное и преславное. И когда-то один из братьев, и это в Соединенных Штатах Америки, когда задали этот брат, сказал, что когда в церкви сделали такое анкетирование, просто членам церкви раздали чистые листики бумажки и сказали, скажите, что бы вы хотели изменить в нашей церкви? И результат, который получил пастор, получился очень интересный. Он собрал все эти анкеты, подверг их анализу. И интересный вывод, который получился в самом конце. Большая часть живущих, членов церкви, находящихся у них в служении, написали так, что бы вы хотели изменить больше всего? Фраза звучала так. Лица, находящихся в ней членов церкви. И я это теперь говорю это вам и говорю это самому себе. Вы знаете, друзья, как-то один человек сказал хорошую фразу, он сказал так. Если в твоем сердце поселилась радость спасения, не забудь сообщить об этом твоему лицу. Повторю еще раз. Если в твоем сердце поселилась радость спасения, не забудь сообщить об этом твоему лицу. Я как-то уже говорил эту фразу, один брат, он уверовал, а до уверования был такой жизнерадостный. и всегда какую-то историю расскажет, какую-то мысль подчеркнет. Его коллеги по работе знали такого полного оптимизма, человек уверовал, стал серьезный. Когда пришел на работу день, второй неделя, месяц, коллеги по работе тихонько подходят и говорят, слушай, а что с тобой произошло? Ты был такой, сиял, всегда какую-то жизнь из себя излучал, а тут что-то темнее ночи. А он им так, видя свидетельство о Иисусе Христе, прекрасную фразу сказал. Он говорит, уверуете вы, и вы такими станете. Ярче света во Христе трудно себе найти, правда? И это я говорю вам, и говорю это самому себе. Вы когда-нибудь думали над этим, что радоваться нельзя научить? Вы думали над этим? Радоваться нельзя научиться. Но если у человека в сердце радость, ее невозможно спрятать. Это то, что просто отражается. И я это говорю вам, друзья, и говорю это самому себе. Вы знаете, в чем наша большая ошибка? Я говорю нас, христиан, когда мы восхитили от Бога радость неизреченную и приславную, радость от Святого Духа, а после этого в своей жизни чуть споткнулись, ведь знаете что? Радость от Святого Духа, она имеет одно очень важное требование. Она тебя сопровождает только до той степени, пока ты сердце свое хранишь чистым. А как только ты свое сердце грехом оскверняешь, радость от Святого Духа уходит, потому что это радость от Святого Духа, который в твоей жизни и ожидает святости. И вот теперь христианин остается перед выбором, либо покаяться, и как Давид в свое время говорил, возврати мне радость спасения. Либо покаяться и возвратить радость спасения, либо, либо все спрятать, а тогда будем искать радость в обычных повседневных делах. Будем радоваться тому, что купил, буду радоваться тому, какую должность занял, буду радоваться тому, какого успеха я достиг. И я это говорю вам, друзья, я говорю это самому себе, очень важно в самом себе разобраться. Так чему же ты радуешься? Я говорю это вам, и говорю это самому себе. Ты, мой друг, призван радоваться радостью неизреченной и приславной. Ты призван радоваться радостью от Святого Духа. И если эта радость в тебе есть, псалмопевец когда-то сказал такие прекрасные слова, он сказал так, град Божий веселят, Божий поток веселит град Божий. И я хочу тебе сказать, что поток Святого Духа в твоей жизни желает веселить твою душу. Еще один текст, который я прочитаю перед тем, как мы с вами сделаем вывод в нашем рассуждении, это книга «Деяний святых апостолов», 5 глава, и прочитаем с вами вместе стих 41. «Деяние апостолов» 5.41. Написано так. «Они же пошли из Синедриона, радуясь». И вот удивительное дело, что же там в Синедрионе они получили, может им премиальные там выдали, может их прямо там каким-то наградили премиальным осликом или коником, коня подарили людям, сказали, ну, учитывая ваш вклад в культурное развитие нашего израильского народа, Петр, тебе ослик, тебе верблюд, тебе земельный участок. Что они там получили? Что получили? Вышли оттуда, радуясь. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять. Что удостоились принять? Бесчестие. Вы когда-нибудь думали над этим? Оказывается, апостолы, они радовались не тому, что им орден выдали, не тому, что грамоту вручили. Они удостоились чести, мы пострадали, но пострадали не из-за своих глупостей, не из-за своих глупых поступков и шагов. Мы пострадали от того, что мы христиане, от того, что я дитя Божье. А люди этого мира меня возненавидели и ударили, толкнули, оскорбили. И обратите внимание, как отреагировали апостоли. Возрадовали, что удостоились чести, что удостоились принять бесчестие за имя Иисуса Христа. Я это говорю, друзья, сегодня вам и говорю это самому себе. Чему ты радуешься? Если ты человек, который знаешь Бога, если ты тот, который знает о радости неизреченной и преславной, радости небесного происхождения, а радуешься земным вещам, я думаю, мой друг, ты променял кусок хлеба на сухие крошки. Ты выглядишь так, что ты из той категории, который вместо ликования и торжества в свою жизнь принял что-то примитивное и простое. И пусть вам и мне поможет Господь, чтобы никогда свою душу не обделять на право иметь великую радость от Святого Духа, неизреченную и преславную. Я говорю вам искренне, если этой радостью вы богаты, этой радостью вы легко поделитесь со всеми вокруг. Вы тогда никому настроение не будете портить. Вы тогда для других людей будете не бременем, а украшением, не тяжестью, а наслаждением. Вы будете тогда человеком, которого другие люди просто будут желать с вами общаться, они от вас будут не убегать, а к вам будут бежать, потому что вы человек, который лучами Божьей радости жизнь других согревает, поддерживает и вдохновляет. И я говорю это вам и говорю это самому себе, чтобы мы с вами в своей жизни правильным вещам радовались, правильный стандарт радости в своем сердце держали. А давайте помнить и знать, этот мир, он временный, он очень краткосрочный. И Библия говорит, пользующийся этим миром, будь как не пользующийся, потому что пользуйся этим миром, но только не прилепляй к нему сердце, не прилепляй свою душу, прилепляй свою душу и сердце к Господу, к Его обетованиям, к Его драгоценным небесным ценностям и живи на земле, радуясь небесной неизреченной радостью. И я говорю это сегодня вам и самому себе, если кто-то сюда сегодня пришел с лицом Каина. Библия говорит, лицо Каина было поникшим. Господь говорит, не поднимаешь ли лица? И Господь говорит, потому что грех тебя влечет к себе. У Каина лицо было поникшим. Оно смотрело вниз. У меня для вас есть хорошая новость. Вы сегодня можете уйти с этого служения, с лицом Стефана. Библия говорит, что Стефана лицо написано было, как лицо ангела. Он зрел на небеса, видел небеса отверстиями и видел там Сына Божьего, стоящего одесную Отца. Мой друг, я хочу тебе сказать, тебе за это не надо никакой платы вносить, никакую сумму денег почтовым переводом переводить, все, что надо сделать, свое сердце осветить. И если ты от всякой тьмы в своем сердце откажешься, ты сам того не поймешь, каким же ты счастливым человеком являешься. И твоя душа поет, твой дух ликует, вся жизнь прекрасна. И тогда в этой жизни вместо ропота и стона у тебя будет песнопение и ликование. И, друзья, это не красивые слова. Это реальное описание жизни нормального христианина, который Бога любит и перед Богом свято живет. И я предлагаю вам и самому себе, никогда не соглашайся на что-то меньшее в отношении радости. Ищи радость высшей пробы. Меня изменяй, достигай, льни к Богу и ищи радости, которые от Святого Духа. Эта радость тебе не изменит. И когда скорбь придет, и когда глубокая нищета посетит, и когда великая скорбь или когда гонение придет, эта радость от Святого Духа тебе не изменит. Она с тобой и в узы, и в проблемы, и в беды пойдет, и ты даже находясь в борениях и в проблемах, будешь человеком, который радуется. Потому что радость в твоем сердце неземного происхождения. И я приглашаю вас, откройте сегодня свое сердце для радости от Святого Духа. И это мы можем сделать в молитве, которой я вас сейчас и приглашаю. И давайте встанем пред Господом во имя Иисуса. Субтитры подогнал «Симон»!